Олигархи ни в коем случае не должны влиять на власть или население страны через телеканалы или другие СМИ, которые они контролируют, заявил журналистом заместитель главы администрации президента Кирилл Тимошенко. По его словам, в какой-то момент должна произойти деолигархизация медиаресурсов, потому что олигархи всё чаще хотят передавать какие-то мысли в масле через свои телеканалы, но этого не должно происходить. Тимошенко также указал, что у президента нет собственного телеканала, потому что он не олигарх. Также президент не ведёт переговоры с олигархами об использовании их телеканалов, потому что они ему не нужны. В то же время Тимошенко рассказал об общественном телевидении. Есть примеры, когда общественный вещатель не является нейтральным, а представляет позицию других политических сил, и с этим нужно бороться. Также известный политолог рассказал, угрожает ли блогеру Шарию высылка с Литвы и почему президент Украины его опасается. Учитывая характер отношений Украины с Литвой и позицию, которую она занимает, нетрудно представить, что существуют принципиальные возможности для организации проблем для Шария. Хотя Литва считает себя европейской страной, она ещё не избавилась от старых привычек, пока всё кажется неоднозначным и мутным. И я бы всё же не стал говорить о лишении Шария статуса беженца, поскольку фактическая сторона заявления Гончаренко и ряд других фигур – не самый надёжный источник, сказал политолог. Андрей Золотарёв также уверен, что блогеру Анатолию Шарию в ближайшее время совершенно не придётся сталкиваться с экстрадицией в Украину, и что бездомным он точно не останется. Зеленский очень хорошо помнит, что деятельность Шария, вкупе с расследованием Бигуса, однажды опрокинула оценку Порошенко под плинтус. Репутация была бы полностью стёрта. Зеленский опасается аналогичного от Шария, заявил Андрей Золотарёв. Различные СМИ сообщают, что в ближайшее время может состояться заседание СНБО. Судя по недавним выступлениям министра сельского хозяйства Романа Лещенко, на этот раз в повестку СНБО могут войти и санкции против тех, кто массово приватизировал землю. Лещенко первым заявил, что за годы независимости более 5 миллионов гектаров государственных сельскохозяйственных земель были переданы в частную собственность через механизмы так называемой свободной приватизации. По его словам, захват земель начался в 2001 году, когда была введена бесплатная приватизация, а в 2002 году они также лишили муниципалитета контроля над землёй и передали это право областным государственным администрациям.